В прямом эфире новости телеканала Кызлорда. Здравствуйте! В студии с вами я, Алина Параджан, сурдопереводчик Айтпульс Адыкова. С февраля текущего года Кызлординская область лидирует по республике по открытию новых субъектов предпринимательства. На сегодня в области зарегистрированы 40 988 субъектов малого и среднего бизнеса, что выше на 2,7% республиканского показателя. И в продолжении темы. Что сделано в районах и на селе за 9 месяцев года развития предпринимательства? Какие меры предприняты для продвижения проектов? Акимы районов и аулов держали отчет перед главой региона, но не все сдали. Итоги работ по развитию массового предпринимательства за 9 месяцев были спрошены с каждого Акима. Сколько продвинуто проектов, получено грантов и облегченных кредитов? Сколько открыто производств и создано новых рабочих мест? Над головами ряда сельских Акимов сгустились тучи, потому что дело не сдвинулось с мертвой точки. В их аулах не открыто ни пекарь, ни бань, ни парикмахерских. Не получено ни одного гранта или кредита. Я поднял все протоколы. С вами я в третий раз говорю. Наверное, думаете, что Кучербаев забудет? У него много работы, чтобы думать об ауле Алдашпаяхуна. Но так не будет. Я объявляю о вашем неполном соответствии занимаемой должности и даю последнее предупреждение. Будут наказаны не только Акимы. За каждым округом были закреплены руководители управления и их заместители. Их также не минует сия чаша. Одним будет объявлен выговор, другим – о несоответствии занимаемой должности. Акимобласти подчеркнул, что не допустит такого разгильдяйства. На чаше весов судьба и благополучие простых людей. Кадровая политика руководства региона отныне будет строиться, исходя из результатов работы каждого Акима. Алина Паражан, Айнур Толгышпаева, Бауржан Кужамуратов, Турихан Кужахметов. Телеканал Казарда. Автотрасса Казарда-Жесказган будет полностью реконструирована. В целом в регионе 3000 километров дорог, около 2000 из них – дороги местного значения. Состояние 60% оценивается как среднее. Поставлена цель к 2025 году 90% этих дорог довести до хорошего состояния. Об этом сообщил на встрече с транспортниками области председатель комитета транспорта. Казахстан. В развитие дорог вкладываются колоссальные суммы. В рамках программы Нур-Лужол построено и реконструировано 2400 километров автодорог республиканского значения. До 2020 года планируется ввести еще 4600 километров дорог. Теперь глава государства ставит задачу системно развивать местные дороги. С этой целью уже в текущем году финансирование увеличено до 150 миллиардов тенге. И в нашем регионе запланирован большой объем работ. Это особое послание, стратегический документ, направленный на повышение доходов и качество жизни населения. Большое внимание уделено местным дорогам. С этой целью поручено продлить программу Нур-Лужол до 2025 года. Прежде на местной дороге в регионах выделялось 70 миллиардов тенге. Теперь в помощь Акиматам направляется в общей сложности 150 миллиардов. Сейчас мы изучаем, какие дороги и где строить, где какие есть проблемы, куда направить средства. На основе этих данных будем принимать новую программу Нур-Лужол. Особое внимание уделено и Казлардинской области. Только в этом году региону выделено свыше 10 миллиардов тенге. Из них только 1,6 миллиардов на республиканские дороги. Остальные на улучшение сообщения между районами, аулами, а также внутренние дороги населенных пунктов. Долгожданная новость. В рамках данной программы будет проведена реконструкция автотрассы Казларда-Жесказган. Казларда-Жесказган, конечно, входит в программу. Одно из главных направлений – включить эту дорогу в программу. Ранее выделявшихся средств хватало только на текущий ремонт, а необходимы капитальный ремонт и реконструкция. Поэтому эта дорога в обязательном порядке будет включена. Вы смотрите новости. На очередной 23-й сессии областного маслехата в фокусе внимания депутатов были и вопросы развития массового спорта. До 2020 года вовлечь массовый спорт 30% населения. Такая задача поставлена главой государства. На сегодня данный показатель в области достиг 27%. В последние годы в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Строятся новые сооружения не только за счет бюджета, но и на основе ГЧП. Намечены новые проекты. В целях проведения в области международных турниров разработано в соответствии с мировыми стандартами ПСД нового спортивного сооружения. Также необходимо оснащение материально-технической базы спортшкол инвентарем и спортивной формой. Предусмотреть надбавку учителям физкультуры за организацию работы секций. В общей сложности прозвучало 15 предложений по развитию массового спорта. Депутаты признали их актуальность и единогласно проголосовали. В регионе будет разработана специальная дорожная карта на 2019-2020 годы. И на сессии с ЖАКИМ области объявил о том, что в скором времени ожидается решение вопроса о переводе стрелок часов на час назад. Далее глава региона подробно остановился на плане мероприятия по реализации поставленных главой государства посланий задач. Через развитие массового предпринимательства мы сможем решить вопрос расширения налогооблегаемой базы, пополнения бюджета, создания новых рабочих мест, укрепления общественно-политической стабильности в регионе. К примеру, в начале года по результатам подворового обхода количество безработных и самозанятых составляло 97 500 человек. На сегодня трудоустроено 33 533 человек. Айгерим Туриман, Шулпан Исабекова, Исаша Рипов, Торихан Хужахметов, телеканал Казларда. Мы продолжаем выпуск. Последние два дня в Казларде обесточивали целые районы на несколько часов. Не работали светофоры, отключали уличные фонари и дома. В магазинах свечи на расхват. Отключение без каких-либо объяснений, надо сказать, вызвали переполох среди населения. В чем причина дефицита электроэнергии и как долго продолжится отключение? Комментарий специалиста. Ежегодно зимний период у нас из-за дефицита электроэнергии на южном регионе включаются блоки Жамбургской ГРЭС. До сегодняшнего дня в Жамбургской ГРЭС работал один блок, это было недостаточно. И вот последние недели из-за резкого похолодания по югу Казахстана увеличилось потребление свыше 200 мегаватт. Поэтому образовался дефицит и питающие линии с севера на юг 500 кВт срабатывала системная автоматика. И введенные линии в эту автоматику по всем областям отключались, в том числе и наши три линии 35 кВт по городу Казахстана. И в результате два дня у нас было ограничение 30-35 процентов города Казахстана. Поэтому сегодня этот вопрос как бы решился, потому что ввели второй блок, это 150-160 мегаватт дополнительно. Ну, конечно, это полностью не покрывает, но я думаю, такой критический момент, я думаю, уже не будет сегодняшний. Ну, мы сегодня разговаривали с региональной диспетчерс-центром АОК и ГОК, да, они обещали, что не будет сегодня уже ограничения. Новости из судебной системы. С начала года по области подали на развод около 2000 семей. Другая проблема – за отчетный период около 50 человек лишены родительских прав. Как сохранить семьи и семейные ценности? Эта тема была обсуждена за круглым столом. По данным статистики, каждый третий брак завершается разводом. Разрушение семьи в первую очередь бьет по детям, они лишаются права воспитываться в полной семье. По закону, с момента подачи заявления на развод для примирения с семейным паром отводится 6 месяцев. К сожалению, многие остаются при своем мнении. В этой связи, в рамках программы «Примирение до суда на суде» планируется внедрить пилотный проект «Семейный суд». Цель проекта – защита интересов семьи, сохранение семейных ценностей, стремление к примирению сторон, чтобы дети росли в полных семьях. В рамках данного проекта утвержден план мероприятий. Проект вызван к жизни обеспокоенностью ростом разводов. С прошлого года мы вплотную занялись этим вопросом. Выступали в СМИ, проводили круглые столы, работали с каждой семейной парой. Результат есть. Для сравнения, за 9 месяцев прошлого года было зарегистрировано 2050 заявление о разводе. В этом году – 1770. То есть отмечено снижение. Теперь внедряем проект в семейный суд. Церемония награждения юбилейными медалями лучших в своей профессии к 200-летию Кызларды продолжается. Особо был отмечен труд работников сферы образования и науки. Ежегодно до 45-50% городского бюджета направляется на развитие сферы образования. Отдача есть. По итогам ЕНТ прошлого года Кызларда заняла первое место в регионе. Ученики городских школ достойно выступают на областных, республиканских, международных конкурсах, научных проектов, олимпиадах, показывают высокие результаты в творчестве, спорте. За каждым из этих достижений – кропотливый труд учителя. Аким города Нурлыбек Налибаев подчеркнул, что почести учителям заслуженные. В свое 200-летие город встречает большими достижениями и новыми проектами, в том числе в сфере образования. Ежегодно вводятся в эксплуатацию новые школы и детсады, обновляются действующие. Только в этом году на развитие сферы выделено 21 миллиард тенге. Любое государство прирастает с каждым образованным, крамотным поколением. Они поднимают государство на новый этап. Неизмерим ваш вклад в воспитание будущего страны. Очень рада, что вместе с коллегами учителями получила медаль к 200-летию города. Пусть город растет, развивается и процветает. В честь юбилея города нас, учителей, награждают медалями. Мы благодарны за высокую оценку нашего труда. Поздравляю всех коллег с праздником. Желаю плодотворной работы и новых успехов. Это было последнее сообщение выпуска. Смотрите наши новости через портал КАСТ РК КИЗ на сайте телеканала Казларда. И о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – комплекс Арбат. Всего вам доброго. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Доллар США 366 тенге 86 тенг Евро 424 тенге 49 тенг Российский рубль 5 тенге 60 тенг Китайский юань 53 тенге 2 тенг Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok